Наукой давно доказано, что первые три года жизни человека являются определяющими в становлении личности. И если маленький ребенок, оставшийся без попечения родителей, проводит в государственном учреждении больше полугода, то ущерб, нанесенный его психическому и физическому развитию, уже не может быть полностью устранен. Специалисты уверены, дети должны воспитываться в семье. Именно об этом мы поговорим сегодня в рамках программы «По существу» с Ольгой Дмитриевой, главным врачом дома ребенка «Малютка». Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Каждому человеку очень важно чувствовать, что он кому-то нужен. Ребенку это важно вдвойне, чтобы не разрушить у него чувство стабильности, защищенности и постоянства. Какая главная задача сейчас стоит перед домом ребенка и на что делается упор? Главная задача перед нашим домом ребенка и перед всеми домами ребенка в Российской Федерации – это то, чтобы ребенок как можно меньше времени находился в стенах нашего учреждения. Что если ребенок помещается в наше учреждение, он помещается временно. Временно, на период до устройства его в семью. Если это невозможно, сразу же до помещения нашего учреждения ребенка устроить приемную семью или отдать под опеку. Наш дом ребенка открыт в 1997 году как третье отделение городской детской больницы номер 2 «Малютка». И он был открыт и сейчас находится в здании детского сада. С 2002 года дом ребенка функционирует как самостоятельная медицинская организация. В настоящее время в нем воспитывается 36 детей. И из них, из этих 36 детей, 40% – это дети инвалиды. Из всех 36 детей. А вообще рассчитан наш дом ребенка на 60 детей. То есть каждым годом идет уменьшение количества детей, которые воспитываются в доме ребенка. Как сейчас обстоят дела с усыновлением и много ли детей уже нашли в своей семье? В последнее время поменялся контингент детей, которые воспитываются в нашем доме ребенка. Если раньше мы наблюдали то, что были большинство детей, более 40% составляли дети, оставшиеся без попечения родителей. Это дети, лишенные родительских прав и дети, от которых отказались. То теперь у нас в основном дети, временно устроенные в наш дом ребенка. То есть на сегодняшний день из 36 детей, которые находятся в нашем доме ребенка, всего 9 детей – это дети, которые могут быть устроены в семье. Остальные дети – это дети, временно оставленные у нас в силу каких-либо обстоятельств. Чаще всего это тяжелое положение родителей материально. Им дается шанс восстановить свое положение или заболевание ребенка. За 2014 год в приемной семье было устроено 15 детей и возвращено в родные семьи семеро детей. Насколько я знаю, сейчас все дома ребенка как раз меняют свой профиль, пытаются сделать пребывание детей в учреждения максимально комфортнее. Сейчас по всей России действует проект «Как дома». Я знаю, что такие города, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, ну а теперь и Чебоксары уже подключились к нему. Расскажите немножко подробнее об этом проекте, что он из себя представляет и какая главная задача. Сегодня наше учреждение работает по старой схеме. То есть у нас есть группы. В группе было раньше, сейчас уже меньше, было по 12 детей в группе. Одного возраста дети были. Вы представляете, что дети одного возраста, все 12 человек одновременно хотят есть, их надо накормить, хотят пойти погулять, их надо одновременно одеть, спать уложить. Вот эти все мероприятия планируются с сентября 2015 года, когда вступает в законы силы постановления правительства Российской Федерации, номер 481, о том, что будут группы малого наполнения, то есть группы по 6 детей. 6 детей. Но еще, кроме того, что детей становится мало, будут близкие взрослые. То есть раньше, если ребенок поступал в дом ребенка, он переходил из одной группы в другую в зависимости от возраста. То есть если до 3 лет, он мог в 3-4 раза перейти в разную группу. Это практически каждый год у него менялся полный состав воспитателей, медстер, нянечек. Это ребенок получал большой стресс, потому что как, вот меняются родители, меняется все окружение, и ребенку надо приспособиться к этому окружению. Теперь же группы будут малого, малой наполняемости, группы будут разновозрастные, и дети не будут переходить из группы в группу. Они будут находиться в этой группе, пока не уйдут в семью. Как вы сказали, 3 города, они работают по этому проекту. Это очень, на самом деле, тяжело, потому что и они к этому долго шли. Они создавали экспериментальные группы. Не каждый взрослый, воспитатель выдерживал вот эту нагрузку. Казалось бы, как это мало, да, 6 детей всего-то. И двое взрослых работают, да, с ними. Люди не были готовы к этим изменениям, потому что мы привыкли. И мы привыкли командовать. Вот сейчас время, надо пойти спать. Все идут по команде спать. Здесь же надо прислушиваться. Все должны и все идут. А здесь надо прислушиваться к ребенку. Надо смотреть, как ребенок, что он хочет. Как он хочет играть, как он хочет, хочет он есть, покушать. Есть ли у него настроение. То все идет ради ребенка. Посмотрите, вы говорите, есть ли настроение, а все-таки режим. То есть вот как в садике должен быть тихий час, там, не знаю, с 12 до 2 они спят. Вот такого нет? Вот в таких группах несколько режимов. Естественно, да, конечно, они соответствуют возрасту ребенка. Но здесь несколько режимов. Одни спят, другие находятся в группе со взрослыми. И каждому ребенку уделяется много внимания. Здесь идет контакт взрослого и ребенка близкий взрослый. И он выделяется. Идет эта забота с уважением, уважение к ребенку. У каждого детского дома, дома ребенка, есть свой попечительский совет. Кто в него входит у вас и как строится вообще его работа? Вот сейчас идет становление попечительского совета у нас. Прошло первое заседание. И сейчас мы приглашаем всех желающих, кто хочет участвовать в жизни нашего дома ребенка. Кто хочет, кому не безразличны наши дети, кто хочет создать для них, стать попечителем. Знаю, что для вас очень важно организовывать досуг детей, развивать их интеллект, творческие способности и так далее. Как сейчас он организовывается и чего не хватает детям? Или всего у нее достаточно? В нашем доме ребенка комплексная медико-психолога-педагогическая реабилитация проходит. То есть каждый ребенок, который поступает к нам в дом ребенка, он получает и медицинскую реабилитацию, если это необходимо. А это чаще всего необходимо, потому что дети из благополученных семей. И педагогическую реабилитацию в том числе. У нас работают дефектологи, у нас работает психолог, психологическая реабилитация. Мы развиваем, у нас есть элементы мотоссориотерапии. У нас арт-терапия проходит тоже. Это все методы направлены на становление личности ребенка, психологической разгрузки. Существует и работает темная и светлая сенсорная комната. В этом году мы внедрили метод кондуктивной педагогики. То есть мы... На сайте нашего дома ребенка есть обращение к волонтерам. Мы приглашаем волонтеров, желающих заниматься с нашими детьми, волонтеров по арт-терапии, волонтеров по монтессори-педагогике, кондуктивной педагогике тоже, и песочной терапии. Нам очень хочется внедрить в свою работу песочную терапию. Насколько я знаю, в апреле у вас планируется день открытых дверей. Каждый желающий сможет прийти и посмотреть, как живут дети. Вообще, какого числа он будет и что планируется в этот день? День открытых дверей планируется 11 апреля, начало 10 часов. Любой желающий, кто хочет познакомиться с работой нашего учреждения, может прийти к нам в дом ребенка. У нас будет организован круглый стол, где можно будет задать вопросы свои, получить ответы на эти вопросы социальному педагогу, психологу, представителям органов опеки по учительству и Калининского района. Что ждет дом ребенка-малютка в будущем? Какие планы? Мы планируем организовать работу нашего дома ребенка по принципу работы, заботы с уважением, по принципу как дома проект. Мы очень на это надеемся. Я думаю, что наш коллектив перестроит свою работу, проникнется вот этим проектом, и у нас все получится. Ну что ж, Валерина, спасибо большое за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с главным врачом дома ребенка-малютком Ольгой Дмитриевой. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова